да 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 послушайте меня проблема я не знаю что делать в общем у меня дедушка вот преклонный возраст у него но видимо он что-то употребляют вот 69 лет дедушка слушайте несет какую-то хрень про каких-то бандеровцев про каких-то нацистов что-то там у него какие-то геополитические вопросы короче сошел с ума я не знаю что делать он еще и под себя ходит понимаете это все воняет я не знаю вообще короче ситуация страшная евгений павлович очень приятно так смотрите чтобы понять что с ним происходит на самом деле надо направить доктора чтобы понял ну а какие варианты вообще есть скажите смотрите это может быть что-то но как бы не факт что он что-то употребляет верно ну как сказать ну может он долго что-то употребляет может пьет постоянно вы не знаете как вы точно да когда про коронавирус он услышал он свой погреб залез где он там банки с кем-то огурцами хранит еще что-то я его оттуда не мог достать столько времени у него по этому поводу боится коронавируса всего остального людей боится ведь не подходи ко мне не подходи ну типа чтобы бактерии не попали для что-то вирусы не знаю я просто почему я объясняю почему почему значит ну просто приведу пример вы поймете почему он что-то употребляет я могу дед ты посмотри что с экономикой происходит он говорит так мы же только выиграли этим пиндосом говорит теперь придется отдавать целых сто тридцать шесть рублей за доллар только выиграли говорит ну мышцы понимаешь это не так правильно ну вот а он говорит вот доходы бюджета увеличились классно в общем интервенция воскресим будет отбиваться это вы делаете можно такое устроить он говорит не будет с врачами он говорит я врачей не признаю это все вы выдумали выглядит рептилоиды 5g белгейс чипирование разговаривать ну не знаю не знаю боится переговоров поэтому игру может быть сразу так сказать ну я готов все бумаги подписать что надо чтобы понять вообще что с ним делать как вы лечить в чем дело он опасен для себя и для окружающих он периодически бегает с ножом на соседей нападает недавно набрал в бутылку этого значит бензина поджог и давай с окна бросать ой ну не удар нет нет у него еще с 14 обострение пошло но сейчас просто пипец ему где-то 24 числа вообще шифер сорвало и с тех пор просто но не себе не людям почему собственно и позвонил уже две недели просто не дает жить никому ужас конечно дед ёбнутый я жалоб этом и говорю просто он что-то еще употребляет обострение то почему у него пошло он больной на всю башку стал жрать что ему что на бои живет или по белку я не знаю ну короче совсем ему хреново опасен для других дед надо что-то с дедом делать просто чтоб других можешь зашибет кого-нибудь смотрите куда доктор если что направить чтобы забрали москва область москва москва конечно а вы находитесь ним или нет ну как сказать он в погребе сидишь говорю ну просто чтобы доктората забрали его можно будет его достать я не знаю как но вы там да находитесь да 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 так смотрите доктора и специальные которые заберут но без его согласия будет стоять десять тысяч рублей палата на сутки десять тысяч рублей также за лечение за проживание питание то есть это уже фиксированная цена и при поступлении но остаются госпитальные анализы это для того чтобы доктор также смог подобрать лечение к 10 тысяч это чисто интервенция и на какой срок это сутки что не совсем понятно да смотрите 10 тысяч рублей это интервенция все верно и за сутки за лечение у нас тоже идет десять тысяч рублей сутки рублей до анализы дают но это понятно да смотрите в любом случае давайте я вас сейчас соединю с доктором также пускай вас проконсультирует уже чтобы точно знать наверняка сможем и его вообще принять хорошо да хорошо конечно вы переключите сейчас или как да я переключу оставайтесь на линии хорошо и говорим ты не слышь там моно режим алифгене павлович смотрите доктор сейчас просто на вызове работает он сейчас освободится и вам наберет прям в течение 50 минут хорошо 50 минут хорошо хорошо я жду договорились его ожидайте звоночка спасибо алло алло доброй ночи доктор выездной бригады артем анатольевич меня зовут да слушайте да ситуация не знаю что делать 69 лет дедушки и у дедушки судя по всему фляга засвистел окончательно ну вот кидается значит на соседей своих домашних тоже они ему дед дед не надо он их бьет короче в общем надо что-то делать сейчас в погребе закрылся сидит дедушка употребляет нет у нас ну дедушка дедушка употребляет и я боюсь что не только алкоголь хотя только за алкоголь ему ловили но мало ли у него короче с 24 числа что случилось короче прям совсем агрессивный стал ну заговорил заговорился но бред есть шизофонический бред что-то там про каких-то печенегов что-то там нато какое-то короче ну в активная фаза с 24 числа а так вообще еще с четырнадцатого года у него начинала потихонечку это все дело так скатываться тоже в 14 на соседей кидаться недавно не болел ну вроде вроде вакцинировался вот но не не вроде не болел говном кидается в окна вот чем проблема то есть уже как бы да 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 у психиатра ни разу не показывает отказывается говорит что он здоров собственно поэтому я и обратился как я понимаю может извлечь и есть такие моменты где-то надо будет да я правильно понимаю метр с кепкой в прыжке там соплей перешибешь нет 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 я я наоборот боюсь проблем что дедушка у нас это ну я скажу так я скажу так грустить никто не будет будем откровенны потому что заебал дед уже всех честно я не предлагаю ни в коем случае я понимаю это ваша работа конечно конечно но это просто чтобы вы не переживали я вам честно откровенно говорю потому что уже у всех вот ну еще раз кидаться фекалиями из окна в людей он попал в людей прохожих я понял я понимаю я понимаю вашу я все вас понимаю хорошо к вам как можно обращаться иди палыч евгений палочек лет евгений палочек смотрите есть у нас и интервенции ну то есть такие услуги до без согласия пациентов все это есть но смотрите с дедушка у нас совсем не там чуть чуть непонятно да то ли это употребление то ли это все-таки психиатрические какие-то диагнозы да это все нужно будет дифференцировать все нужно будет смотреть то есть это дело но не трех дней до это минимум 5 а то и 10 дней вы приедете будете наблюдать за его поведением что ли нет нет мы приема заберем все в больницу да пожалуйста увози мне сказали что почем деньги есть проблем не у меня рублей теперь этих просто горы вообще можно упаковывать его я просто мешок могу выдать этой макулатуры на хрена тебе нужно а вместе с дедом можно ее тоже забрать хоть на месте я вас понял хорошо когда вам будет удобно чтобы подъехали его забрали да чем быстрее давайте потому что он уже вот сегодня мне выглядит я горит я лакиц я дагестанец я чеченец ингуш русский татарин и мордвин и осетин ну что это ну куда но у него явно фляга уже засвистела вы сталкивались таким вашей практике когда бывает как когда вы будете на адресе чтобы чтобы нам подъехать я на адресе целый день поэтому вы хоть сейчас можете подъехать если можно сейчас давайте сейчас это оформим если нет давайте ждать утра ну блин просто опасно сейчас погреб закрылся иди хорошо давайте сейчас наберу диспетчерскую да узнаю у нас интервент интервент работает или нет сегодня и уточню по времени вам перезвоню конкретно скажу когда мы сможем договорились договорились всего доброго до света я вас еще раз до свидания я готова записать чтобы вы привезли или приехать за ним интервенции приехать за готова приехать за дедом да конечно готова так ну запи это манежная 2 вот там собственно сразу же вход слева там сразу этот погреб он там сидит я встречу это москва на манежная площадь или да 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 Kollegen так погребе демока рейки да да смотрите-ка да доктора победы так треть тех ладно конечно конечно номер будет отдайся и на связи конечно так скажите пожалуйста евгений палочке фамилии имя очень что дедушки путин владимир владимирович почему именно путина владимир владимирович какого-то ну да конечно что вас удивляет ну да ну и при этом еще ебанутый дед два в одном моя умничка да конечно он всех уже заебал говном кидается и бункере сидит своим и так дед все-таки проебал страну проебал за две недели так как я ему проебать никто другой поэтому все кто находится и дорожки сейчас быстренько ломятся на сайт эвакуации и надеются что они успеют уехать те кто не в мордоре поздравляю вас ребята вы заходите на сайт сейф-лайф и ньюэй и донатите деньги украинской армии которая уничтожает злобных орков да да ссылочка в описании закрепленном комментарии все франки без цензуры в новом телеграм-боте да это случилось новый телеграм-бот франк-шоу специально создан для тебя теперь от франков тебя отделяет лишь одно касание возможность поиска по названию и категориям удобный быстрый заказ франков удобный и понятный интерфейс никакой цензуры анонимно и безопасно когда мне скучно я слушаю пранк-шоу от евгения вольного кстати ты в курсе что британские ученые доказали что подсаживая своих друзей на пранк-оту ты гарантируешь их страховку от депрессии и плохого настроения поэтому загляни в описании к этому ролику там много полезных ссылок но и обязательно вместе со своим другом заглядывая на пранк-шоу